Дача практически у всех из нас ассоциируется с маленьким домиком, с обязательным огородом, с работами на выходные на этом огороде. И это неудивительно, ведь такое наследие нам оставил Советский Союз с точки зрения дачного отдыха. Всем здравствуйте! Сегодня я приглашаю вас провести один день со мной на даче, которая была построена в советское время. Расскажем, что я делаю, как я делаю, а также немножко проговорим про дачу в советское время. Поехали! Свой день я начала с того, что замочила луксивок на посадку. И в советское время ни одна дача не обходилась без огорода. Причем наличие огорода было обязательным условием для того, чтобы у вас была дача, чтобы ее у вас не забрали. Хотя кто давно меня смотрит, тут может удивиться, потому как год назад примерно я выпускала видео о том, что я неправильный садовод-огородник и у меня нет на даче огорода. Но, как говорится, послушай женщину и сделай все наоборот. Это я, конечно же, про себя. В этом году у меня будет лук. Также советские дачи отличают наличие маленького домика. Верандочка, она же кухонка, прихожая. И комнатка. Может быть, комнатка на втором этаже. И так практически везде, если посмотреть на блогеров, которые покупают и реставрируют старые заброшенные дачи. Ну а что делать? По-другому было практически никак нельзя. А я тем временем ставлю стирку. Конечно же, наличие стиральной машинки, хоть и такой, которая переносная, это веяние нового времени. В советское время, конечно же, такого на дачах тем более не было. Кстати, про эту стиральную машинку я уже рассказывала в отдельном видео. Эта машинка позволяет постирать вещи, когда у тебя на даче нет водопровода канализации. Теперь я приступаю. Как мытью посуды. Здесь ничего не изменилось с советских времен. Раковина на улице. Вода поступает сюда из емкости, в которую наливается вода из леднего водопровода. И приятно мыть посуду здесь только в теплое время, потому что на улице тепло. И возиться в холодной воде, подогретой солнцем, она все равно холодная, так как емкость большая, не вызывает никаких трудностей. Даже приятно. В прошлом году я снимала видео на тему того, как я мою и разбираю посуду времен СССР. Кстати, это видео вам очень понравилось. Оно сейчас у меня самое популярное видео на канале. Оставлю ссылочку в правом верхнем углу под видео в описании. Поэтому тоже можете посмотреть, если вдруг интересно, какая посуда советских времен у меня осталась на даче. Вообще наш дачный поселок отличается от большинства садоводств, которые есть по всей стране. У нас другие, более интересные, более большие, более красивые домики. Они были построены также в советское время, когда нарезались участки, когда образовался дачный поселок. И объясняется это тем, что здесь давали участки, ну, можно сказать, советской элите. У нас здесь генералы военные, у нас здесь руководители универмагов, магазинов, у нас здесь профессора. Такие люди в этом поселке получали дачи. Ну и, соответственно, дома обусловлены статусом людей. Мне пора пришла затапливать баню, чтобы она к концу дня успела истопиться, прогреться. И чтобы в конце рабочего дня, который я провела на даче, я смогла насладиться теплой, приятной банькой и провести спа-процедуры на даче. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Тем временем у меня закончена стирка, так как машинка у нас только стирает, она не автомат, ни разу. Все выжимаем, мы вручную выжимаем и развешиваем. Белье на солнышке, на свежем воздухе очень хорошо сохнет и потом очень приятно пахнет, лучше всякого кондиционера. Теперь пришло время посадить лук. Вообще ничего не собиралась сажать, огород у меня в этом году и вообще весь участок заросший и запущенный, так как я приняла решение сосредоточить усилие на ремонте дома, а не заниматься участком, потому как по опыту прошлого года, когда хочешь успеть и там и там, не получается нигде. Поэтому, закрыв глаза на участок, решила там ничего не делать. Но муж вскопал грядку и сказал, давай что-нибудь посадим. Ну что сделать, раз грядка вскопана, что нужно что-то посадить. Пока сейчас я вырываю траву вокруг грядок, чтобы хоть саму грядку-то было видно для того, чтобы посадить лук. Ну а на лук выбор мой помогу тому, что посадить его легко. И будем летом есть зеленое перо. Мне не нужна репка, которая вырастет, мне все равно на это вырастет, она не вырастет. А вот перышки в салатик очень даже хорошо. Но тем не менее я не изменяю себе, применяю только природные удобрения. Сейчас посыпала золой и сейчас вношу перегной. Это органическое землянеделье, которому я все равно остаюсь привержена. КОНЕЦ КОНЕЦ Пока я делала дела, истопилась моя печка, нужно закрыть задвижку и подождать, пока банька немножко нагреется и можно идти мыться, париться. КОНЕЦ А тем временем мой день подошел к концу. К концу и подходит это видео. Надеюсь, что оно вам понравилось. Если нравилось, ставьте лайки. А также подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. В следующем видео, скорее всего, мы перейдем уже, продолжим ремонт нашего дачного дома. Поэтому не переключайтесь, будет интересно. А так, всем счастливо!